Горбо свечения, расчищение колес тракеев, установка тракеостромической трубки, дальнейшая вентиляция легких. Одна из первых красных зон в Казани появилась в 7-й городской больнице. Туда привозили самых тяжелых пациентов. Тогда, в апреле 2020-го, когда вирус только набирал обороты, самый большой удар на себя приняли именно врачи из красной зоны. Спустя год мало что поменялось, однако все-таки один момент отметить можно. Сейчас каждый работник понимает, с чем имеет дело. В начале, когда мы только открывались, было чувство, что мы работаем с чем-то новым, с чем-то неизведанным для нас. Сейчас у меня, у моих коллег есть понимание, с чем мы работаем, и как с этим мы работаем. Саяр Сирозидинов весь год проработал с ковидными пациентами. С первого дня открытия временного инфекционного госпиталя врач боролся за жизни пациентов. Он сегодня рассказал, что обычная смена умеет работников. В красной длится 6 часов. Все это время, конечно же, в костюмах. Необходимо успеть обойти всех пациентов, каждого еще раз проверить и в случае необходимости скорректировать лечение. Для лечения пациентов мы используем средства, которые указаны в официальных протоколах, методических рекомендациях. В частности, для подавления цитокинового шторма мы применяем современные биологические препараты. Здесь уже зависит от степени тяжести и течения заболевания, как и в КТ. Меняется также схема дозировки гормонотерапии. Дается много противовирусных препаратов. Кстати, еще год назад съемочная группа нашего телеканала в составе Сергея Шерстнева и Романа Финина первой в Татарстане побывала в красной зоне и показала всем, как она выглядит изнутри. Посмотрите внимательно. Неужели после этого вы еще кто-то из вас не верит в то, что вирус существует, в то, что это какой-то заговор правительства? Спустя некоторое время работы красных зон становится понятно, что вирус особо опасен для пожилых людей. Большинство пациентов возрастных, они находятся в состоянии деменции, то есть старческого слабоумия. Вот это аффективные такие вот состояния, реакции, они у каждого сплошь и рядом. Они не отвечают за свои поступки, за свои действия, не отвечают, поэтому они нуждаются в постоянном уходе. В перерывах между борьбой за жизнь пациентов казанские врачи тогда давали оптимистичные прогнозы, что вирус уже в середине лета спадет на нет. Вот только ковид не отступил. Справедливости ради отметить стоит. Защита от него улучшилась. Сами врачи признаются, вакцина наилучшее решение – уберечь себя и близких. И пока жизнь возвращается в привычное русло, медики из красных зон все так же в костюмах и все так же борются за жизнь каждого тяжелого пациента. Артем Логвинов, Телеканал Эфир.